привет друзья для того как мы начнем мне бы хотелось поблагодарить всех вас за то что вы с нами за то что вы смотрите наше видео и за то что вы переходите по партнерским ссылкам описании под видео потому что по сути этим вы делаете возможным создание того контента который мы делаем серегой и я действительно очень горжусь тем что в этом году мы смогли съездить на завод микрон подготовить уникальный репортаж оттуда центр обработки данных и многие другие сюжеты интервью и мне не хочется выкладывать сейчас все карты на стол но мы готовим несколько реально крутых нестандартных роликов ничего подобного на русском ютюбе нет и на западном наверное тоже по крайней мере я не видел и это будет уникальный контент который мы делаем для вас чтобы вам было интересно чтобы вы смогли получить что-то от чего нет ни на одном другом канале а есть только на про хайтек и спасибо вам за то что вы даете нам возможность создавать такой контент это реально очень круто ну а сегодня как обещали мы разыгрываем вот этот вот игровой компьютер что-то из этого железа мы покупали сами что-то у нас осталось после тестов но главный спонсор сегодняшней сборки это кэшбэк сервис летишопс и именно благодаря летишопсу мы сегодня разыгрываем данный компьютер о том что здесь железо как она работает какие-то впечатления от сборки буквально через минуту но в начале а летишопс и и о том как поучаствовать конкурсе летишопс это сервис который помогает возвращает часть денег с покупок который вы совершаете в интернете причем неважно платили вас карты или наличными кэшбэк у получите в любом случае накопите 500 рублей и сможете вывести их например положить себе на карту или на телефон список магазинов которые возвращают кэшбэк через летишопс довольно обширный но если вам лень проверять его на сайте вы можете установить расширение летишопс и просто пройтись по вашим любимым магазинам по их сайтам а расширение уже сообщит когда вы окажетесь на сайте который поддерживается летишопсом если же мы говорим уже о таких площадках как гербест или алиэкспресс то тут функции еще больше расширение покажет рейтинг продавцов и динамику цен на выбранный вами товар вот например 11 11 будет масштабная распродажа и много реальных скидок это хорошее время для покупки гаджетов пока железо и бытовой техники но почти наверняка будут и продавцы которые уже задрали цены накануне распродажи чтобы в час икс вернуть их к обычному состоянию подав это как грандиозную скидку так бывает каждый год и расширение летишопс поможет сразу вычислить таких продавцов и отличить их поддельные скидки от скидок настоящих и так что нужно чтобы получить шанс стать новым владельцем данного компьютера во первых иметь аккаунт летишопс если вы уже регистрировались повторно регистрироваться не нужно далее нужно установить либо расширение в браузер на компьютере либо мобильное приложение на телефон и обязательно зайти в аккаунт помимо этого потребуется заполнить специальную форму по ссылке в описании под видео там же дополнительная информация о сроках и не только репост любой из соцсетей по желанию ну и подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые конкурсы и наши видео от себя пожелаю удачи тем кому этот компьютер может реально пригодится и будет радовать каждый день ну а сейчас о том как он собирался процесс сборки а где-то ускорил а где-то кадров может не хватать так как каждые полчаса камера отрубалась а я не всегда успевал это заметить первым делом готовим материнскую плату ставим процессор память и площадку для крепления системы жидкостного охлаждения это конкретная материнская плата msi z370a pro покупалась серегой для личных целей оригинальная коробка где-то потерялась как и заглушка на заднюю часть корпуса но плата исправна bios я накатил самый свежий процессор это intel core i7 8700k он до сих пор выступает числе лучших если речь идет об игровых задачах да и в работе он неплох 6 ядер 12 потоков возможность разгона я сам прожил на таком больше года тестировал видеокарты монтировал ролики ну и конечно играл в игры и что я могу сказать для монтажа мисс процессор у которого 16 ядер конечно приятнее но в играх разница между старшими процессорами включая 8700k мизерная и порой без мониторинга ее и вовсе нельзя углядеть на канале был тест на тему вообще сколько современным играм нужно ядер и потоков посмотрите если вдруг не смотрели весьма познавательное видео память у нас адата спектрикс d41 32 гигабайта двумя модулями на ячейках памяти samsung бедай я оставил стоковые значения xmp 3200 мегагерц но эти модули гонятся до частоты 3800 мегагерц и даже выше плюс есть возможность поиграться с таймингами откровенно говоря в данных модулях адата очень крутое сочетание большого объема памяти именно в двух модулях и разгонного потенциала которые дают отборные ячейки samsung бедай rgb подсветка питается прямо из слота так что дополнительные провода подключать не пришлось при желании можно будет настроить синхронизацию с подсветкой материнской платы причем поддерживается не только msi mystic light но еще и подсветка asus gigabyte и эзрок и победитель сам решит вообще надо оно ему или нет передательный накопитель будет у нас саташный так что помимо обычных проводов для питания материнской платы и центрального процессора я буду использовать еще один провод под сата отсюда же будем брать питание для системы жидкостного охлаждения и rgb подсветки в корпусе блок питания сисоник focus px 650 выдает честные 650 ватт так что остается запас для возможного будущего апгрейда видеокарты модульная конструкция позволяет не подключать лишние кабель электронная начинка здесь нормальная все защиты есть дизайн и производство собственное сисоник кпд достаточно высокий для прохождения сертификации 80 плюс платинум гарантия 10 лет и довольно высокая цена как и в случае со всеми премиальными сисониками да конечно он стоит дорого но все же меня греет мысль что нашему подписчику достанется компьютер с реально хорошим и надежным блоком питания корпус nzxt h510 elite подкупает своим внешним видом вроде и современный и в то же время строгий дизайн мне лично эта строгость нравится но я не могу сказать что этот корпус лишён недостатков и по минусам мы конечно пройдемся со стороны для прокладки кабеля я разместил наш ssd недорогую модель секс 400 от гудрэм объемом 512 гигабайт хоть это и саташный диск он вполне современный и выдает скорость чтения 467 и 3 мегабайта в секунду и 505 мегабайт в секунду на запись а объема хватит и на windows и на несколько современных игр но и на софт останется главное в этом диске конечно это сочетание цены скорости объема но если победителя скоростные показатели диска не устроит материнка позволяет подключать и nvmi накопителя плюс свободными остались сато порты и салазки для жестких дисков случае вот с корпусом под файл помойку сюда вы сможете поставить винты со старого компьютера если захотите ну что ж пришло время ставить систему охлаждения и мне в голову пришла мысль попробовать оставить спереди два оригинальных 140 миллиметровых вентилятора nzxtr с кольцевой rgb подсветкой и использовать их вместе с имеющимся радиатором сжо эта модель nzxt kraken x52 под 120 миллиметровые вентиляторы увы меня ждал облом хоть в креплении вроде как и есть все необходимые отверстия но когда я все разобрал и на половину собрал я понял что качественно закрепить и вентиляторы и радиатор не получится штатными средствами так как уже установленные вентиляторы не позволяют закрепить радиатор а установленный радиатор в свою очередь позволяет закрепить вентиляторы лишь на два винта каждый причем винты только с одной из сторон а это не дело в общем я плюнул и сделал все по инструкции а одну из 140 потом использую для других целей она пойдет под крышку корпуса работать на выдув вентиляторы системы жидкостного охлаждения стоят на вдув и это единственная рабочая схема в данном случае сейчас объясню почему если сделать наоборот и поставить вентиляторы на выдув то возникает две проблемы во первых мы изначально пропускаем через радиатор воздух подогретой видеокартой и другими внутренними компонентами компьютера изнутри корпуса они более прохладный воздух из комнаты эффективность охлаждения процессора снижается во вторых если работать на выдув то нагретый воздух будет разбиваться переднюю стенку до того как выйдет через перфорацию по бокам что еще больше снижает эффективность отвода тепла из компьютера в итоге на старших процессорах можно рваться на перегрев даже в стойке без разгона и это при наличии дорогой системы жидкостного охлаждения если же развернуть вентиляторы спереди на вдув как это сделал я то может вырасти температуру по гпу но обычно это градуса на 3 не сильно в общем это лишь в тех моментах когда под завязку нагружены и графический центральный процессор а вот vrm да может нагреваться сильнее или даже перегреваться если ее ничто не обдувает но у нас прямо над vrm будет вентилятор 140 миллиметров так что проблемы в этой сборке быть не должно в крайней случае верхний вентилятор можно и на забор воздуха развернуть в своем корпусе я так и сделал чем значительно снизил нагрев vrm сам корпус NZXT H510 Elite имеет формат mid-tower и довольно легкий здесь использованы тонкие металлические листы они толстые как например в NZXT H700i который стоит у меня на столе собирать и обслуживать компьютер в 510 Elite стало реально удобнее проще боковая крышка из закаленного стекла быстросъемная но благодаря фиксирующему винту сама не вываливается но винт при этом всего один а не четыре как на том же 700i вообще с точки зрения качества дизайна и сборки NZXT значительно продвинулись вперед кто бы и что не говорил если сравнивать вот H700i и H510 Elite то это земля и небо но я все же предпочел бы более толстый металл проклеенный шумопоглощающим материалом H510 Elite почти не гасит гул от установленных компонентов и это не лучший выбор для тихих сборок также мне не хватило кнопки reset и дополнительных USB на верхней панели зато здесь есть USB-C который впрочем нашей материнской плате подключать некуда некуда подключать на это материнской плате и RGB подсветку место распайки есть но самих пинов на MSI Z370A Pro нету мне вот раз заморачиваться не пришлось в комплекте с корпусом уже есть RGB контроллер к нему я подключил штатную ленту расположены сверху и 140 миллиметровый вентилятор но все же интересно если припаять на материнскую плату пины оно заработает пишите в комментариях если сталкивались ну и главный компонент игрового компьютера видеокарта мы проводили опрос и спрашивали какую видеокарту вы хотите видеть в компьютере сегодняшнего конкурса и вы выбрали AMD RX 5700 это видеокарта нового поколения с чипом navi 7 нм на архитектуре RDNA именно такую карту мы устанавливаем в эту сборку версия в данном случае от Sapphire обзор на канале уже был отдельно кому интересно можете глянуть повторяться смысла не вижу но учтите что эти Radeon могут быть несовместимыми с некоторыми кабелями HDMI которые прекрасно работают на GeForce но на Radeon их не работают итак компьютер собран проверим насколько он стабилен 17 половиной минут стресс-теста OCCT с VX совместимым линд паком температура по самому горячему ядру в пике не превышала 84 градуса это без андервольтинга так что результат еще можно улучшить игровые тесты Radeon 5700 плюс 8700K вы уже наверняка видели поэтому для интереса прогоню новые игрушки Red Dead Redemption 2 Full HD максимальные настройки профилем ползунок вправо до упора API Vulkan бенчмарк средний fps в пяти сценах от 50 до 59 fps фреймрейт в редких случаях от 30 до 45 и в очень редких случаях просадки случаются до 25 кадров в секунду в общем игра работает уже достаточно плавно на такой связке хотя пока толком не оптимизирована в будущем надеюсь оптимизации будут и она заработает еще лучше другая новиночка The Art of Worlds 91 fps в среднем ну конкретно вот на этой сцене и 69 кадров в секунду в редких случаях но происходят микрофрезы при переходе из локации в локацию в бою фреймрейт вроде стабильный а когда переходишь допустим из пещеры на открытое пространство просадка ну и немного синтетики сборка набирает 5600 баллов Fire Strike Ultra и 3509 баллов в Time Spy Extreme и конечно сможет больше если поменять видеокарту однако и с этой картой можно наслаждаться играми full hd с высокими настройками высоким фреймрейтом а в какие-то игры играть даже 2560 на 1440 или 4k на этом про компьютер на сегодня все помимо ссылки на летишопс в описании под видео вы также найдете там ссылки на магазин city link и отобранные мной товары даже просто придя по этим ссылкам вы уже поддержите наш канал чтобы у нас была возможность и дальше радовать вас нашими роликами ну а может быть присмотрите что-то из себя там есть компьютерное железо и бытовая техника и смартфоны в общем очень широкий выбор товаров и на сегодня все пока пока и Продолжение следует...